Ажиотажа у этих касс сегодня нет, пусть и до окончания срока приватизации всего две недели. 120 заявлений за июнь чаще приходят за консультацией. К примеру, Пётр Прокопенко свою квартиру приватизировал 20 лет назад, но решил уточнить, в порядке ли документы. Ну давай разбираться в этом вопросе. Почему нету свидетельства о регистрации? Ну оказывается, на тот момент такие требования были, что достаточно было одного технического паспорта. Оснований для волнения нет. Преимущества приватизации очевидны. В первую очередь это возможность стать полноценным владельцем жилья и распоряжаться им по своему усмотрению. Конечно, заплатить им немало придется, но ведь затем квартиру можно оставить детям, обменять или вовсе выгодно продать, ведь ее рыночная цена в разы выше. Впрочем, далеко не все поспешили оформить право собственности. Причем приватизация идет с 92 года, а ее активная фаза началась лишь в декабре 2013-го, когда указом президента была определена конечная дата – 1 июля 2016-го года. В этот день неприватизированное жилье перейдет в статус арендного. И когда законопроект только разрабатывался, а его положение обсуждали на высшем уровне, в Беларуси было около 400 тысяч неприватизированных квартир, а это около 14% всего жилья по стране. Сегодня цифра куда скромнее. По состоянию на 1 июня имеется около 160 тысяч неприватизированных жилья. При этом завершающий этап приватизации проходит без ажиотажа. Так, например, с января текущего года в городе Минск ежемесячно гражданам приватизируется около 100 квартир. Причем скептикам в министерстве отвечают – неприватизированное жилье – это не только те дома и квартиры, которые можно оформлять в собственность. К примеру, в Минске 93% жилого фонда в частном владении, оставшиеся 7% – это около 20 тысяч квартир, это и готовое к приватизации квартиры, и арендное жилье, и социальный жилфонд, и даже детские дома. То есть те помещения, которые приватизировать нельзя. И любую цифру с пометкой «Остается неприватизированным» можно делить пополам. Это и есть реальное положение дел. Желающих стать полноправными хозяевами своих квартир ждут в комиссиях, которые образованы в организациях, на чьем балансе находятся заветные метры. Процедура проста – подать заявление в исполком при наличии с документами на льготы и чеками жилье, дождаться ответа – он придет в письменном виде в течение месяца, оплатить минимум 10% от оценочной стоимости жилья и с квитанцией идти подписывать договор на приватизацию. Если, конечно, такое решение оправдано. Ой, ну что было тут приватизировать? Это старые постройки. В последние годы государство не раз шло на уступки гражданам, разрешая, к примеру, приватизировать жилье, если нет техпаспорта или госрегистрации. Но остались и запреты. Этот дом в деревне Новоселки Могилевской области Александр Лях получил 15 лет назад. О праве собственности не думал. Жили и жили. Запрыгнуть в последний вагон убедили дети, но камнем преткновения стали самовольные постройки – баня и сарай. У вас есть два варианта – либо снести эти самовольные постройки, либо их узаконить. Сносить незаконную баню жалко. Придется включать ее в общую стоимость приватизации и оплачивать то, что даже достроить не успели. Сумма в итоге вырастет и значительно. Вообще приватизация – дело индивидуальное. Кто-то заплатит 40 миллионов, кто-то 300, в зависимости от квартиры или дома. Хотя случаев, когда граждане не согласны с оценкой, немало. Порой стоимость двух идентичных квартир в соседних домах отличалась в разы. Понимаете, если рыночная стоимость – это реальная стоимость, которая существует на рынке недвижимости, и она складывается из местоположения, из инфраструктуры, из удаленности от центра, от физического, фактического состояния, то оценочная стоимость – это стоимость затрат, которые когда-то были потрачены государством на строительство этого дома или квартиры. Именно цена поделила условную очередь за приватизацией на две части – столица и регионы. В Минске выгоднее платить по госоценке, ведь рыночная стоимость вторичного квадрата здесь гораздо выше. А в регионах наоборот. Порой в балансовую цену не входит состояние дома, популярность района и другие факторы. При этом конечную стоимость приватизации сформирует именно наименьшая цена. Выход есть, если и повторная оценка кажется завышенной. Собственникам было заявлено оценочная стоимость в 400 миллионов рублей. При проведении независимой оценки такая стоимость составила 219 миллионов рублей. По рассмотрению обращения гражданина из города Наровля, было установлено, что при оценке собственникам не был применен понижающий коэффициент. После применения его сумма оценки уменьшилась на 5,7 миллиона рублей. Если все же сумма окажется неподъемной, то от приватизации можно отказаться. И выгонять на улицу не будут. Жилье приедет в состав коммерческого. И за проживание придется платить не только коммуналку, но и ренту. Ее цена будет зависеть от метража, качества и расположения дома. Но это отнюдь не так дорого, как просто переехать в арендное жилье. Если однокомнатная квартира, скажем, будет на, ну, примерно возьмем, скажем так, на Коростояновой, однокомнатная квартира, примерно там в 40 метров, она будет стоить полтора миллиона, может быть, даже до двух будет доходить, там 1,8 миллиона стоимость ее. Это только аренда без коммунальных платежей. И такая же квартира, скажем, в Шабанах, ну, чтобы на слуху это было, она может стоить где-то на миллион дешевле. 600-700 примерно тысяч. Но для того, кто жил уже в этой квартире, она будет умножаться еще на 0,2. На 0,2. Поэтому, соответственно, в, ну, 5 раз получается дешевле. При этом сразу нужно внести хотя бы 10% от суммы, остальное в рассрочку на 40 лет. Ну, а продажи, дарения или обмене квартиры можно забыть до полной выплаты денег. И хоть до дня Ч осталось всего 2 недели, успеть можно. В последние дни июня принимать документы будут до полуночи. К тому же чиновники подчеркивают, 30 июня – последний день приема именно заявлений. То есть оплатить первый взнос и подписать договор можно будет и после. Игорь Тур, Елена Кукшинская, Максим Вечерков, Дмитрий Буй. Наши новости ОНТ.